В Красноярск приехали ночные волки. Это один из самых известных байкерских клубов страны. Его участники проводят мотопробег через всю Россию. Мотоциклисты уже побывали в Королеве, Екатеринбурге и на Алтае. Сегодня байкеры добрались до Красноярска. Мой коллега Виктор Бородин встретился с ними на заводе «Красмаш». Подробности в следующем сюжете. На «Красмаше» сегодня необычные гости. В один из корпусов завода они въехали прямо на мотоциклах. В программе мероприятия небольшая экскурсия по цехам и в музее, а также встреча с сотрудниками предприятия. Визит на Красноярский завод для ночных волков – часть большого мотопробега, посвященного 60-летию полета Юрия Гагарина. Байкеры едут через все значимые для страны ракетокосмические предприятия. Путешествие проходит под эгидой Роскосмоса. И от главы корпорации байкеры получили особое задание. Дмитрий Рогозин объявил о проекте «Русский мотоцикл». И в принципе мне даже поставили такую небольшую задачу на каждом предприятии, где я буду, задавать этот вопрос. А что предприятие может сделать для русского мотоцикла? Если такие вещи делаете, ну что-нибудь поделиться надо и для гражданской продукции. За ответом байкеры обратились к сотрудникам «Красмаша». Встречу с известными гостями рабочие провели в одном из самых новых корпусов завода. Однако в итоге обсуждали больше не ракета, строение мотоцикла и то, как с ними взаимодействуют автомобилисты. Вот в этот раз приехал, особенно когда мы развернули флаги, и я смотрю, там народ биби, привет, там туда-сюда, там пропустили. Там показывают, гайцы стоят, там еще что-то здорово. После встречи несколько пометных фотографий, а затем экскурсия по корпусам завода. Байкера впустили даже на те производственные площадки, где выпускают детали для новейших ракет «Сармат». На предприятии говорят, аналогов такому оружию в мире не будет еще 20-30 лет. Обычно по таким местам экскурсии на заводе не проводят, но для ночных волков сделали исключение. Я не побоюсь этого слова коллеги. Вроде бы, с одной стороны, какое отношение имеет один из самых секретных заводов производства ракетно-космической техники к движению «Ночные волки». Наверное, самое непосредственное, потому что мы патриоты, и мы несем в массу тему любви к родине, патриотизма, воспитания молодежи. Свой мотопробег «Ночные волки» начали еще две недели назад. Они выехали из Москвы, а первой точкой стал Королев. Там для байкеров организовали сеанс связи с российским экипажем МКС. Затем мотоциклисты проехали через Екатеринбург, Омск и Алтай. А после Красноярска они отправятся на космодром Восточный. Финальной точкой пробега станет Владивосток. Туда байкеры приедут в середине июля. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, 7 канал.